В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Ходят по краю. Жители двух домов, что на Галактионовской, признаются спать спокойно по ночам. Они стали только благодаря журналистам, а точнее телекомпании Самара Гис, которая первая забила тревогу. Прямо под окнами у людей уже давно развернула стройка, но в ноябре котлован стал увеличиваться, постепенно подползая вплотную к домам. Сначала на асфальте трещины появились, затем на заборе вывесили безграмотные, но угрожающие объявления. А потом та часть котлована, что прилегает к жилым постройкам, и вовсе, по словам очевидцев, обрушилась. Люди, понятно, запаниковали. А как не паниковать, когда до обрыва остается меньше 10 метров? В общем, 10 метров. 9,70. Вера Исаева все ноябрьские праздники провела с рулеткой в руках. Каждый день рассказывает, расстояние от ее дома до котлована уменьшало сантиметров на 10. Мы все сидим под страхом, живем над обрывом. Страх, конечно, страх. Извините, он рухнет, туда провалится, в этот котлован. Нам жить-то негде больше. На улице? Ну, я понимаю, летом можно под кустиком, а сейчас в зиму. Они давно здесь живут, как на пороховой бочке. Что ни день, рассказывают аборигены, то новые сюрпризы. Мало того, что нас жгли в этом году три раза, еще и теперь под нам подкоп делают. Каждый день на стрессе. И уже начинаешь думать, что это провокация против нашего дома. Лично у меня четко создается впечатление, что нас что-то с нами хотят сделать. Это страшно. И чтобы нам было спокойно, ну хотя бы пускай они услышат нас и сделают. Давайте возьмемся за руки и будем спокойно жить. У меня лично есть мысль даже отсюда уезжать, потому что мало еще случится. А уезжать не хочется. В эту трехэтажку, что еще до весны была в списке памятников архитектуры, Вера Исаева переехала еще в середине 90-х. Здесь у нее и дом, и дело. Мастерская, где производят дизайнерские штучки. В общем-то, типичный представитель малого бизнеса. Ее соседи, представители бизнеса среднего, тоже не просто арендуют помещение, а владеют им. Говорят, свое столетнее здание они как могли реставрировали. И крайне обидно было бы его потерять, просто потому, что кто-то начал стройку, не просчитав все риски. Наши 1900-го года постройки. Какого? А наши 17-го года постройки. Тут надо было очень осторожно копать. У нас-то крепкий дом. Ну вот так вот еще раз копни, и у меня дома останется камни на камне. Наверное, значит, прежде чем что-то делать, наверное, надо подумать, что делать. Может, это изыскание не до конца сделали. Может, просто по плану не посмотрели. Тут же старая часть города погреба копнули, а там и грунт пошел. Обвал уже идет второй раз. Вот здесь, в Одессе, загорелось здание, если помните, там за ним начинали копать. Там уже рушилось. Ну, теперь ближе к нам. Хотели как лучшее, получилось как всегда. Жители разослали жалобы во все инстанции, позвали на помощь журналиста. Больше всего их возмущало то, что несколько дней по их наблюдениям строители просто игнорировали обвал. Прошли суббота, воскресенье, понедельник, праздники, вторник. Никого нет, никто ничем не занимается. Но я хочу отметить, что предыдущие субботы, воскресенье и в пятницу до вот этих выходных были работы круглосуточно. Они работали и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Все это было даже ночью. То есть, исходя из этого, я понимаю, что они имеют средства и возможности проводить любые работы в любое время. Эти аварийные работы, спасая, так сказать, ну хотя бы не наша жизнь и наше строение, а хотя бы свою репутацию и избавляясь от каких-то судебных тяжб, они могли произвести давным-давно. Тихо, мирно все, по ночам строят. А когда вот такая вот сейчас ситуация аварийная, их вообще нету никого. Живите как хотите, провалитесь, ну и ладно. Самое удивительное, на заборе нет даже намека на то, кто же это развернул здесь бурную деятельность. Ни информационных табличек, ни иных опознавательных знаков. Только предупреждение об аварийных работах. Прям не банальная стройка, а секретный объект. Хотя это грубейшее нарушение. Стройплощадка должна быть оснащена так называемым паспортом объекта, то есть информационным стендом, на котором указывают данные и о самом объекте, и о его внешнем виде, о заказчиках, инвесторах, подрядной организации. Публикуют должности именно тех, кто строит, а также номера телефонов для связи. Ничего подобного на Галактионовской нет. Так что вот вам сигнал, контролирующие органы. Реагируйте. Областные стройнадзоры Минстрой, куда я отправила запрос, лишь немного пролили свет на загадочную ситуацию. Сидело в том, что по соседству с Котлованом находится дом по адресу Галактионовская, 8183. И он с незапамятных времен относится к проблемным объектам долевого строительства. Сейчас его доводит до ума застройщик ТСЖ под названием «Наш дом», 76-й квартал, и генподрядчик общества с ограниченной ответственностью воли. Причем в прошлом году это ООО на основании конкурса и в качестве компенсации получило тот самый земельный участок, что вплотную подходит к домам, 89 и 91. Но вот имела ли право эта компания начинать там копать? Минстрои по этому поводу сейчас ведут проверку, для чего и направили запрос в городской департамент строительства на предмет, цитата, «самовольного строительства». В Гостроенадзор, судя по их официальному ответу, ООО воля тоже не предоставил документы. Нашему корреспонденту, впрочем, удалось дозвониться до руководства этой фирмы. Заместитель гендиректора заверил, ситуация под контролем, поводов для беспокойства нет. Диалог вышел занятный. Давайте так, их аварийными называть не будем, это во-первых. А во-вторых, там плановые идут работы по усилению откоса. Нет там никакой аварийной ситуации. Ну, у вас там табличка такая висит, что же я могу поделать? Может быть, конечно, всегда все, что угодно, и поэтому всегда лучше подстраховаться. Угу. По одной русской пословице. А эти работы там уже ведутся? Да, однозначно, да. А со скольки часов, вы не подскажете? С прошлой недели. С прошлой недели. Да вот, понимаете, ситуация такая. Мы вот сегодня приезжали, при нас никаких работ не было, и, в принципе, жители подтвердили то, что никто не приезжал. Ну, неправда. Если бы вы зашли бы на стройку и представились бы там, вы бы увидели уже в котловане стоять несколько стоек, приезжает буровая, которая за один день элементарно все это пробуривает и устанавливается эти стойки. И проблем там вообще никакой нет. Совпадение это или закономерность? Но когда наша съемочная группа приехала вновь на объект, на стройки и впрямь суетились рабочие. Как раз в том месте, где обрушился грунт. Мы рады были бы, чтобы здесь навели порядок. Нам только выгодно. Чистота, порядок, культура. Хорошие соседи наверняка раздомные, новые, значит, будут приличные люди. Мы, боже упаси, не хотим мешать. Мы не хотим поставлять палки в колеса. Сделайте так, чтобы нам было спокойно и хорошо. И заверьте, если что-то произошло, делайте тут же. У вас есть такие возможности, чтобы мы жили и спали спокойно. Надеюсь, что это единственный конфликт, и больше таких не будет. Надеюсь, что все будет хорошо. Не знаю, им спасибо, говорите, вам спасибо, говорите. Закопали и спасибо, дай Бог им здоровья. Нам не ясно будет, что дальше они будут делать. Нам просто показали план, как будет стоять дом. И все. А что там? Сейчас эти стоянки делают под домами, чего только не делают под домами. У нас это тоже вызывает опасения и сомнения, потому что это неизвестный объект. Что здесь делают и кому обращаться. Угроза обвала миновала, и жители, конечно, рады. Но на всякий случай отправили письмо в прокуратуру. Ведь кто знает, как дальше будут складываться отношения с соседями. Тем более, пока не ясно, имели ли они право начинать строительство. Надеюсь, что продолжение у этой истории будет более оптимистичное. Как на пороховой бочке живут и жители Хрущевкино-Артиллерийской. Правда, по другой причине. В обычное буднее утро в пятиэтажке наступил конец света. В прямом смысле этого слова. Старая проводка, которую здесь, похоже, со дня постройки дома в 70-й, не меняли, подкинула проблем. Где-то что-то замкнуло, и в одной квартире начался пожар. Почувствовала запах дыма. Открываю ванную и наблюдаю, что у меня горит стиральная машинка. В прямом смысле слова. Горит пламенем изнутри. А во всех остальных случилось восстание машин. Спим, слышим взрыв. Выбегаю, запах от компьютера сильный. В системном блоке что-то взорвалось. Весь день люди провели без электричества. Когда оно появилось, выяснилось, что полетела практически вся бытовая техника. У меня телевизор сгорел. У меня телефон. У меня стиральная машинка. У меня за 4 года вот с этими скачками напряжения лежат дома 3 радиотелефона сгоревшие. Стиральная машинка стоит, сгорела. Также ноутбук уже был в ремонте. И компьютер тоже уже ремонтировался от скачков напряжения. Нам повезло, да. Шахматный порядок нас не зацепил. Подъезд может загореться, может начаться пожар домовой. И тогда уже неважно. У меня сгорела стиралка, у соседа моего сгорел телефон. Будем чинить дом, я так понимаю, общими силами. В прошлом году было. Я точно помню. Такая же комитет была в прошлом году. Да, такая же комитет была. И по-моему даже в это же время. Поговорили, поговорили и все. У меня не было возможности бегать по разным инстанциям, так как у меня есть маленький ребенок. И на тот момент я была беременна вторым. Понятно, что ущерб владельцам никто так и не возместил. Типичная ситуация. Что еще ожидать, если граждане сами сидели сложа руки, находя для этого сотни оправданий. Ну а кто же будет добровольно возмещать убытки? В суд многие идти боятся. Мол, только время и деньги потратишь. Но эксперты убеждены, это лишь миф. В таких делах почти 100% на победа будет на стороне жителей. А все издержки по закону оплатит ответчик. Вот краткий правовой ликбез, как действовать в такой ситуации. Я бы рекомендовал здесь тем жильцам, гражданам, не отчаиваться. Во-первых, сначала обратиться в управляющую компанию, запрос в мой отчет. Управляющая компания, в свою очередь, должна запросить ту организацию, с которой у меня есть договор. Может быть, будет проведена экспертиза, и не одна, в отношении того, из-за чего конкретно эти приборы перегорели. Как правило, такие экспертизы однозначно дают ответ, что это произошло из-за скачка напряжения. Можно обращаться в суд. Я думаю, что здесь коллективное выское невозможно. То есть каждый из потребителей должен обратиться индивидуально в защиту своих прав. В данном случае я не сомневаюсь, что потребители это дела выиграют. Первое, что они должны были сделать, это зафиксировать это деяние, то, что произошел скачок, то есть должен быть акт. И в этом акте должно быть написано, по чьей вине это произошло. По вине управляющей компании, либо по вине собственника, либо по вине ресурсоснабжающей организации. Из этого, исходя из этого, потом уже идут все последующие действия. На кого подавать в суд? Потому что можно либо договориться, полюбовно, допустим, договорились, что управляющая компания, если это по их вине, она возместит все эти потери собственников. Если нет добровольного такого отношения, то тогда через суды. По своей воле возмещать ущерб, как мне удалось выяснить, управляющая компания ЖКС, а именно она обслуживает злополучный дом на артиллерийской, не собирается. Я некомпетент, вы тоже некомпетент. Этот суд у нас насколько только сейчас может решить, чья вина это? Должен понести виновная сторона, правильно? Виновная сторона кто может определить? Суд. Расследование как такового там не проводились, конечно, по этому дому, но я вот из того, что знаю, не вижу нашей вины в этой проблеме. То есть проводки – это не ваше вина, получается? Ну, там, опять же, из-за чего произошло как бы все это? Из-за нагруженности проводки. Технический директор ЖКС Константин Маевский, что не в первый раз становится героем моей передачи, впрочем, заверил, что его компания не устраняется от проблемы, но и жители не должны оставаться в стране. Мое мнение, нужно менять эту электропроводку. Это, опять же, с жителями надо как-то, чтобы граждане все-таки как-то были активны в этом плане, как-то протокол общего собрания собственников по этому дому, принимать решение по замене проводки. Мы готовы этим заниматься. Мы хотим этим заниматься, чтобы у людей не было проблем. В течение месяца там это реально сделать? Если это в одном подъезде? Но скоро сказка сказывается. Жители, насколько мне известно, по горячим следам собрание уже провели, заявку оформили, а в ЖКС им сообщили, что только через месяц пришлют официальный ответ, то есть просто бумажку. В лучшем случае новая проводка появится еще через месяц. А за это время, между прочим, морозное, когда все приборы работают на полную катушку, много что может произойти. Так что управляющая компания уж точно не помешала бы ускориться. В любом случае, жители отдельно взятого дома на артиллерийской коммунальщикам уж точно расслабиться не дадут. Я это не оставлю. Я буду бегать, я буду писать, я буду обращаться. Если они откажут добровольно возмещать, ну это не откуда у нас так вот взялось все и погорело. Это как бы есть причина. Пусть разбираются, пусть меняют проводку, чтобы дальнейших такого не было. И пусть, конечно же, возмещают ущерб. В тот раз это все сошло им с рук, спустили на самотек из-за нехватки времени, возможностей. Теперь такого не будет. Ну а если вы оказались в коммунально-юридическом тупике и не знаете, как дальше действовать, звоните, пишите, жалуйтесь. Вместе разберемся. На сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова